Ну, а вот вы ведь человек, который не избегает политические декларации в том числе. Очень многие инженеры душ человеческие, они говорят, ну, мы выше этого, мы не замечаем, как бы, что там происходит, какие указы издаются, а вы достаточно активно выступили по крымскому вопросу. Вот, в то время как, ну, вот, Приепин говорит, что Крым наш, а Иротеев говорит, что мы оккупанты. Дело в том, что прошло больше года, и видно, что мы реально потеряли доверие огромного количества государств в мире в связи именно с Крымом. И играл не стоило свеч. При всем том, что я люблю Крым, у меня там два дома в Коктебеле, и это мои любимые места, и вообще патриот Крыма. Ну, я считаю, что просто это все... Ну, а воля изъявления людей-то, вы же понимаете, что люди на самом деле... Воля изъявления людей пришла после того, как был договор до 1994 года, который гарантировал целостность, и был договор украинско-российский. Там были все договоры, которые совершенно не предполагали определенного того или другого референдума. То же самое можно провести и в Чечне у нас, но как-то мы почему-то считаем, что там не надо проводить. То есть вы считаете, что это конфликт между Москвой и Киевом, а не между Москвой и Вашингтоном? Нет, я считаю, что это конфликт между разными ценностями. Да, согласен. И последние 10 лет у нас стали изменяться от европейских, они пошли в те ценности, о которых мы чуть-чуть заговорили. Вот это почвенничество, слонофильство, что, я говорю, в некотором масштабе вполне понятно и нужно России. Но когда это превращается в отчуждение других ценностей, Россия в просвещенном классе всегда была европейской страной. Всегда. И когда мы начинаем конфликтовать с европейскими ценностями и теряем здесь доверие, которое, кстати говоря, определяется не только доверием, скажем, Франции или Соединенных Штатов, но даже наш уважаемый Лукашенко или люди из Казахстана, они как-то с удивлением смотрят на этот крымский вопрос и не поддержали Россию в этом отношении. А мы теряем союзников и мы должны, настоящие, мне кажется, патриоты России, должны волноваться насчет того, чтобы доверие потерянное было восстановлено. Я как раз вот среди них. А вы считаете, что это реально восстановить доверие? Трудно. И не потеряв при этом независимость, в том числе экономическую и военную? Почему мы должны бояться потерять независимость? Во-первых, никто у нас ее не отбирает. Никто не отбирает. Это все домыслы. Во-вторых, если говорить о экономике, то нам надо ее сначала поднять, чтобы у нас ее что-то отобрали. Когда приезжаешь на Запад, веришь, что русских товаров вообще нет. Ни одного товара. Все китайское. Ни одного. Газ? Ни одного. Это не товар. Это просто, так сказать, как пенька приходит откуда-то. Это даже трудно назвать товаром. Потому что он не прошел какую-то индустриальную обработку. А так нет. И даже водка, которую там они пьют, делают в Риге. Икры черной нет сейчас вообще. Беда просто. Беда. Мы там просто не существуем, как страна-производитель чего-либо. А с газом мы немножко их шантажируем. И они это тоже чувствуют. И это вызывает возмущение. Мне кажется, что надо, конечно, здесь... И это случится. Но Россия часто шаталась туда и сюда. Мы знаем Николая Первого, который в одну сторону шел, а Александр Второй в другую. Мы знаем Александр Третий в одну сторону, а Николай Второй в другую. Движение Сталин в одну, Хрущев в другую. Движение все равно будет. Да, но дело в том, что, извините, что я вас перебиваю, мне кажется, что элиты российские из всех сил старались интегрироваться. Ну просто, вы знаете, как вот в Фейсбуке там ставят лайки. Вот так они хотели эти лайки получать. А все равно дальше как бы вот прихожие не пустили. И нам указали на наше место, что мы мелкая региональная держава, а в общем не все готовы смириться с этим тезисом. Нет, нет, нет. Я думаю, что вы тоже так сильно подвержены этой пропаганде. Нет. Западные страны очень серьезно относятся к России. Очень серьезно. И считают ее не только культурной страной, что уж понятно, мы одна из самых важных культурных стран мира. Но и рассматривают нас как большую державу, серьезно и все. Понятно совершенно, что слава Богу, что мы перестали быть носителями коммунистической бациллы. То есть Запад не боится, что мы принесем какую-то бациллу. Что касается национализма нашего, то действительно это первая степень самопознания политического. И в этой ступени ничего самой по себе нет плохого, кроме только того, что все националисты жутко боятся, что у них что-то отнимут, что им что-то недодадут, что они вот в прихожей, как вы говорите, постоят. Никто нас не держал в прихожей. Мы были, извините, в семерке, в восьмерке были, ничего себе в прихожей. Чего вы говорите? Возьмерка. Что-то других не взяли, а нас взяли.